В Заинске дан старт традиционным сходом граждан с участием главы Заинского муниципального района Разива Каримова. Первая встреча по итогам социально-экономического развития района прошла 19 августа в микрорайоне Новый Город. Глава района в своем выступлении рассказала о проделанной работе за последние пять лет, а также об итогах социально-экономического развития за последние полгода. Разив Каримов отметил, что 2020 год стал настоящим экзаменом. Это в первую очередь связано с пандемией. Почти полгода мы жили и сейчас живем с главной целью – здоровье граждан. Непростые условия, конечно же, сказались на ряде отраслей экономики. За шесть месяцев отгружено на 14 миллиардов рублей продукции. Конечно, определенное снижение есть в отрасли нефтедовощи. Они почти наполовину упали. По отношению к прошлому году мы электроэнергию производим в районе 75%. У нас, конечно, последние два месяца стабилизации есть определенные. По четыре агрегатора работают. Мы думаем, в этой части, конечно, в продвижении определенные годы. Вот поэтому в то же время объем отгрузки увеличился по отрасли сельского хозяйства. 153% к полугодию 2019 года. По сахарному производству 142% к тоже в прошлый год не могу приведу. Я думаю, вторая половина для сельчан, она тоже будет хорошая. Виды на урожай отличнейшие. Мы завершили обмолот на зимой пшенице. В гектарах, если сказать, 14 130 гектар. В первые в истории Татарстана, не только Заяцкая, Татарстана, Такой объем с урожайностью 64,1 сельчан. Такую урожайность могли брать только европейские страны. Глава района также рассказал о работе промышленности, социальной сферы, участии Заяцкого района в республиканских программах, в частности, программу благоустройства «Наш двор», с реализацией которой ознакомился президент республики в ходе недавнего визита в Заяцкий район. На сходе жителей микрорайона также был озвучен доклад по оперативной обстановке. Если по ряду показателей статистика идет вниз, то серьезная озабоченность вызывает серьезный рост мошенничеств. Согласно статистике, в текущем году, 2020 года, Деланда России по Заяцкому району возбуждено 31 уголовное дело в данной категории. Согласно статистике, в текущем году, имеется рост таких преступлений на 66,6%. Аналогичный период прошлого года – 20. Огромная сумма. Огромная сумма. Вот мы говорим, двухразовый рост к прошлому году мошенничества через банковские карты по телефону снятия денег. Говорим всегда, предупреждаем, но так легко расстаются своими деньгами люди. Просто удивительно. Также были рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и меры профилактики инфекционных заболеваний вакцинации населения. Участникам собрания был представлен новый генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Курай Туэлс Руссия Иван Жустров. Руководители служб жизнеобеспечения дали ответы на вопросы жителей. Речь шла о начале учебного года, обеспечении мерами социальной поддержки, пенсионного обеспечения и другие. Елена Маврина, Юлия Казамарова. Новости Татарстана.